Привет! Как бы необычно не выглядел твой дом внутри и снаружи, после просмотра этого видео он будет казаться тебе весьма заурядным. Герои новой подборки живут в самолетах, обустраивают в доме Бэт-пещеру и создают апартаменты из зернохранилищ. Все фанаты комиксов просто обязаны увидеть, что сделал этот парень. Он вдохновился черепашками ниндзя и построил в канализации логово супергероя. Если тебя не впечатлил вход в секретный подвал, есть кое-что покруче. Этот любитель технологий с инженерными способностями сделал себе убежище эффектнее, чем у некоторых киногероев. Думаю, если в нашем мире и есть Тони Старк, то это он. Давай честно, ты бы хотел жить в таком доме? Погоди, не торопись с ответом. Ну что скажешь теперь? Внутри обычного неприметного дома парень сделал современную квартиру, о которой мечтают многие. Вполне вероятно, внешний вид здания помогает ему защитить свою дорогую технику от кражи. В любом случае, это отличный урок для всех. Не суди книгу по обложке. Как выжить максимум из пространства? Ответ знают хозяева этого дома. Они хотели преобразить свой ангар и добавить к нему милое крыльцо, где можно будет посидеть и расслабиться. Место было выбрано максимально необычное. И теперь нажатием всего одной кнопки стена с крыльцом поднимается и открывает вместительный гараж. С первого взгляда и не подумаешь, что там за стенкой мини-автопарк. Один парень устал работать в подвале собственного дома, поэтому решил построить себе миниатюрный офис. А в итоге соорудил дом. Точнее, небольшое пространство, где он может и работать, и отдыхать. Да, при желании здесь даже можно прилечь и поспать, хотя в это трудно поверить, когда видишь, насколько дом крошечный. В отличие от дядюшки Вернана, этот мужчина придумал сделать под лестницей кое-что более полезное, чем комнату для племянника мага. Он превратил пустое пространство в гараж. Благодаря специальной конструкции, сделанной под углом и повторяющей наклон лестницы, он может припарковать машину. Остается лишь немного толкнуть конструкцию на колесиках, чтобы она заехала под лестницу, закрыть ворота и вуаля! Машина под замком и место на дороге не занято. Гений! Представь, друг зовет тебя в гости, чтобы поиграть в какие-нибудь аркады. Ты приходишь и видишь вот такой автомат, а потом... Да, у парня за секретной дверью спрятан целый зал игровых автоматов на любой вкус. И вдобавок к этому свой мини-кинотеатр. Что тут сказать? Мечта любого ребенка, которому слегка за 30. Такое чувство, будто кто-то сжал изображение с обычным домом, правда? Как бы не так. Это реально существующий дом во Франции шириной всего 1,3 метра. Внутри, конечно, выглядит не так скромно, как снаружи, но шумные вечеринки с толпой друзей точно не закатишь. И что уж говорить о том, каково здесь будет клаустрофобом. Если бы пирамиды строили в современности, они бы выглядели так. Хотя стоп, почему если бы? Это здание и построили чуть более 10 лет назад. Сооружение необычной формы находится недалеко от Шанхая по соседству с двумя домами в таком же стиле. Архитекторы говорят, что во время проектирования вдохновлялись паркуром, как бы странно это ни звучало. И в теории, если бы это было безопасно, здание бы отлично подошло для этого вида спорта. Но опробовать, конечно, не стоит. Тем более жильцы вряд ли хотели бы видеть кого-то на своих террасах, которые, кстати, тут есть в большинстве квартир. Отель для настоящих экстремалов. Ну или тех, кто всегда хотел испытать на себе, какого птицам спать в гнездах на огромной высоте. В священной долине в Перу на скалах расположены капсулы. Это отдельные номера для постояльцев. Там есть все удобства, но самое главное, конечно, вид. Только подумай, можно смотреть на закат, а потом уснуть под звездным небом. А вот получится ли заснуть, зная, что висишь над пропастью, уже загадка. Нереально крутая идея подземной парковки в стиле Брюса Уэйна. Зацени! Механизм не просто выглядит эффектно. Таким образом, можно замаскировать парковку на случай, если хочется держать в секрете, сколько именно у человека машин. Заставляет задуматься, сколько раз мы проезжали по дороге, не подозревая, что под ней на самом деле скрывается нечто настолько крутое. Дом, в котором у жильцов почти нет личного пространства, ведь большинство помещений здесь находятся на виду. Вместо стен здесь установлены обычные стекла, которые позволяют видеть абсолютно все. Несмотря на такую открытость миру и всем проходящим мимо людям, дом выглядит очень даже симпатично. Единственный минус – уединиться можно только в ванной. Казалось бы, чем этот шкаф отличается от миллионов других? На первый взгляд, ничем. Только если не знаешь о его тайной особенности. За ним находится не просто секретная комната, а настоящая пещера. Вот такое необычное решение нашел хозяин дома, чтобы соорудить себе место для уединения. И хотя там не так много всего, внутри есть главные мягкие кресла. А через дверь в стиле жилища хоббита всегда можно выйти подышать свежим воздухом. Как тебе такая лаунж-зона? Когда речь идет о частном доме, мы представляем себе коттеджи в тихих спальных районах или уединенную хижину в лесу. Но никак не вот такую картину. Обычный старый дом в эпицентре городской суеты и шума среди небоскребов. А дело вот в чем. В Китае стремительно растет число жителей городов, поэтому власти строят многоэтажки, которые вмещают большое количество жильцов. Однако многие просто не могут или не хотят покупать себе квартиру в новостройке, поэтому продолжают жить в своих домах. Например, как владельцы этого здания. Государству ничего не остается, кроме как строить инфраструктуру вокруг их собственности, а хозяевам мириться с шумом от дороги. Эти люди – эталон упорства. Что можно сделать с вышедшим из строя портовым краном? Оставить его ржаветь у воды, разобрать на металлолом или, как вариант, превратить в потрясающий отель с видом на гавань. Да, тут всего одни апартаменты, но этого достаточно, чтобы удивиться. Создатели хотели придумать что-то необычное, и у них определенно получилось. Вряд ли где-то еще в мире есть место, где можно поспать в кабине подъемного крана с видом на реку. Правда, тем, кто боится высоты, такой отдых вряд ли подойдет. Миллионы людей предпочитают жить у воды. Но приходилось ли тебе встречать тех, кто живет прямо на воде? Что, жители Сан-Франциско тоже привыкли видеть дома на побережье, но точно не такие. Большое двухэтажное здание буксировала по заливу маленькая лодка. Оказалось, раньше люди жили у пристани, но власти выселили их и попросили покинуть место, поэтому хозяевам пришлось перемещать дом. Pixar должны снять мультфильм «Вверх, часть вторая, водная версия». Обычно мосты используют только для транспорта, но в Китае придумали кое-что совершенно уникальное. Построили целый мини-город на мосту. И хотя здесь никто не живет, а внутри домиков находятся магазины, выглядит все равно эпично. Наверняка прогуливаясь по мосту, многие на секунду забывают, где именно находятся. Повезло же сотрудникам этих магазинов. Только подумай, какой вид открывается из окон. Все, кто знает о том, что именно эта девушка хранит в тайнике у себя дома, стараются никогда с ней не спорить. Сейчас поймешь почему. Что происходит с самолетами, когда заканчивается срок их службы. Некоторые становятся памятниками, а некоторые просто утилизируют. В конце прошлого века, когда этот Боинг отправили на свалку, Брюс Кэмпбелл решил спасти самолет и дать ему вторую жизнь. Он выкупил его за 100 тысяч долларов и переправил из Греции в лес вблизи Портленда. Бывший пилот и инженер превратил кабину самолета в жилище, где поселился сам и живет по сей день. Внутри у него есть все необходимое для проживания, а еще разные крутые бонусы, например, возможность наслаждаться тишиной и видом на лес из кабины пилота. И хотя Брюса уже за 70 и формально он на пенсии, мужчина все равно каждый день проводит на борту самолета. Что может быть спрятано в тайной комнате, которая открывается только с отпечатка пальца владельца дома? Кое-что очень ценное. Десятки бутылок дорогого алкоголя. В комнате есть виски на любой вкус. Удивляет, правда, что все они полные. Видимо, парень больше любит коллекционировать, чем пробовать напитки. Дом, в котором вид из комнаты можно постоянно менять – удивительная задумка архитектора Ричарда Фостера. В круглом доме, который вращается вокруг основания, установленного по центру, все окна панорамные. Здание может вращаться на 360 градусов, поэтому из каждого помещения можно любоваться разными пейзажами. Удивительнее всего, что дом был спроектирован не 10, не 20 лет назад, а в 1968 году. В реальности вращение дома медленное и почти не ощущается, так что такое жилище подойдет даже людям со слабым вестибулярным аппаратом. Как можно обеспечить доступ в подземный гараж, не нарушая при этом ландшафт придомовой территории? Элементарно построить лифт. Платформа, кстати, очень надежная. При проектировании были учтены все детали. Она выдерживает огромный вес, поднимается плавно, а когда находится в движении, вокруг поднимаются бортики, которые защищают от случайного падения. Такая осторожность неудивительна. Посмотри, какая крутая у хозяина машина. Комната мечта любого геймера, которого, помимо прочего, очень заботит эстетика. Кроме крутой техники, настроение добавляет и красивый ремонт. Ты ведь видишь облака на потолке? С подсветкой они вообще как будто живые. Да и вообще, вся комната – иллюстрация, к слову, приятная атмосфера. Здесь можно находиться с утками. Секретнее уже просто быть не может. Кто-то каждый день проходит мимо этой стены и даже не представляет, что там есть потайная дверь, за которой прячется не маленькая комнатка, а целый спортзал. Наверняка первое посещение у каждого гостя проходит очень долго. Они приезжают по адресу и пытаются найти вход, который просто невозможно увидеть. Ребята, которые придумали такие дома, смогли совместить единение с природой и уют. Плавучий дом можно установить на воде практически в любом месте. При этом, в отличие от катеров и лодок, он выглядит, как вполне себе обычный загородный домик. Даже терраса имеется. Представь, какая там атмосфера. Жильцы наслаждаются расслабляющим шумом воды, дышат свежим воздухом и абсолютно не переживают, что к ним в отбор случайно забежит соседская собака. Полный дзен! Некоторые люди просто ненавидят, как выглядят обычные гаражные ворота, и именно поэтому они придумывают разные способы замаскировать механизм. Уверены, те, кто проезжает мимо, останавливаются, чтобы взглянуть на процесс открывания ворот. Ведь до этого они и подумать не могли, что обычный фасад дома — это всего лишь муляж. Хозяин дома сказал, эх, как было бы здорово иметь бассейн в этой зоне отдыха. И строители восприняли это как вызов. Они умудрились встроить бассейн благодаря специальному механизму, который опускает часть пола и заполняет пространство водой. Всего за несколько минут в комнате появляется настоящий бассейн. Кто бы отказался от такого? В Британии есть отель, номера которого находятся в пещере. Ты не ослышался? Апартаменты располагаются внутри скалы. Внутри номера выглядят так же колоритно, как и снаружи. Но, естественно, в них есть все удобства. Наверное, в таком месте люди испытывают максимальное единение с природой. Вообрази ситуацию. Друг зовет в крутое заведение и приводит тебя в общественный туалет. Безумие? Еще бы! Но только до этого момента. Вот это я понимаю, настоящий спикизи-бар. У любого интроверта при виде этого дома загораются глаза. Он находится в Сербии, на небольшой скале прямо посреди реки. Дом построили еще в 1968 году и даже в голове не укладывается, как людям это удалось. Тем не менее, теперь тут располагается идеальное место для уединения. Только вот во время наводнений сюда лучше не приезжать. Если и устанавливать лифт в доме, то только такой. Он очень похож на какую-нибудь футуристичную капсулу, а благодаря материалу хозяева могут наблюдать за происходящим в комнате даже во время движения. Но есть те, кто не захотел встраивать лифт в интерьер настолько явно, поэтому для него создали небольшое секретное помещение. В этом доме лифт существует только для жильцов, ведь остальные никогда не догадаются, где его найти. Но ничего, ходить по лестнице очень даже полезно. Очередной плавучий дом, подумаешь ты, и будешь в корне не прав. Нижняя часть этой виллы находится под водой и позволяет изучать морские глубины и их обитателей, лёжа прямо в постели через панорамные окна с подсветкой. Это тебе не какой-нибудь аквариум в гостиной. Расположена вилла в Индийском океане, всего в 250 метрах от берега. По сути, можно начать заниматься дайвингом, просто шагнув в воду с просторной террасы. Не дом, а настоящая мечта для любителей водных развлечений и плавания. Это уже можно сказать классика. Секретная комната, которая находится за шкафом в кабинете солидного парня. Только вот содержимое тут не совсем классическое. Интересно, зачем ему столько оружия? Лови идею, если любишь пострелять, но постоянно ездить в тиры и стрелковые клубы нет времени. Страшно представить, что думают его соседи. В этот дом просто невозможно войти незаметно. А всё из-за огромной двери. Она несколько метров в высоту, поэтому открыть её толчком ноги не получится. Зато есть очевидные плюсы. При переезде жильцы спокойно вынесут всю мебель через дверной проём. В страшной ситуации хозяину дома не придётся искать укрытие, ведь он живёт в настоящей крепости. Здание выглядит как обычный современный дом, но стоит нажать пару кнопок, и он превращается в огромный блок, закрытый со всех сторон стенами толщиной 45 сантиметров. Кстати, хозяин всё настроил таким образом, что дом сам закрывается каждую ночь, прямо как цветок. Довольно необычная задумка и абсолютно шедевральное исполнение. Можешь ли ты представить себе, чтобы кто-то жил в этой крошечной хижине годами? Что ж, придётся поверить, потому что этот скромный домишко в небольшом городке Аризоны когда-то действительно был чьим-то жилым пространством, а если точнее, начальник и местной шахты. Сейчас, конечно, найти в нём что-то кроме хлама невозможно, но только зацени эту уникальную атмосферу. Ты точно слышал о машинах-трансформерах? А что насчёт домов? Посмотри, что придумали хозяева. Всего за пару минут обычная зона отдыха может превратиться в домашний кинотеатр. И речь не только о выдвижном экране. Удобные кожаные кресла тоже есть. Представь, как круто иметь возможность пойти в кино, не выходя из комнаты. У хозяина этого дома всегда есть козырь в рукаве, точнее, под полом. Когда он хочет удивить гостей или просто сыграть партию в бильярд, он просто нажимает пару кнопок, а потом смотрит на восхищённые лица людей. Довольно уникальный способ сэкономить место, но зато какой эффектный. Готов спорить, ты бы даже не обратил внимания на этот старый неприметный вагон. И очень зря. Пока одни проходят мимо таких вещей, кто-то берётся реставрировать их и обустраивать. Только взгляни, во что хозяйка превратила этот ржавый контейнер. Разумеется, пришлось убрать всё, что было внутри, зато после ремонта пространство наполнилось современной мебелью и стало похоже на новенькую квартиру. Фасад хозяйка решила оставить нетронутым, чтобы не привлекать внимание к своему жилищу. Хитро! Вряд ли ты встретишь комнату для вечеринок и игр круче. Все стены, пол и потолок в ней — это большие экраны. Можно включить всё, что угодно — от расслабляющих видео природы до любимого фильма или надолго залипнуть с друзьями, играя в видеоигры. Пиши в комментариях, что бы ты включил здесь первым делом. Загадка с подвохом. Сколько лестниц ты видишь? Правильный ответ — две. Просто вторая спрятана под первой. Вот как хозяевам удалось сэкономить место и обеспечить себе вход в подвал с улицы. Кстати, лестница хоть и крепкая, но совсем не тяжёлая. Её может поднять даже ребёнок. Уверен, каждый тайно мечтает иметь в доме такое секретное место, где можно уединиться или наоборот отдохнуть с друзьями. У этого парня такое место есть. За полкой, которая является дверью, прячется комната с удобными креслами и огромным экраном во всю стену. Довольно милый домик, правда? И выглядит уютно, но заметил ли ты, что стены без углов? Это всё потому, что дом находится внутри старого зернохранилища. Когда-то вместо мебели здесь лежали тонны зерна. А когда силосы опустили и перестали использоваться, за них взялась местная жительница. И хотя некоторые говорят, что здание похоже на большую консервную банку, по надёжности и уюту дом не уступает любому другому жилью. Для чего ещё можно использовать автобус, кроме как для перевозки пассажиров или проведения в нём вечеринок, как вариант превратить его в фундамент для маленького дома отдыха. Можно подумать, что люди устали от банальной архитектуры и соорудили на участке вот такое необычное жилище. Но на самом деле это здание в стиле стимпанк-музей. Да, там никто не живёт, но зато там бывают экскурсии. И снаружи и внутри в доме столько деталей, что их можно разглядывать часами. Помимо самого дома на участке есть настоящий самолёт. К сожалению, он установлен только в качестве декорации. Зато рядом есть ещё одно необычное здание, где располагается авиасимулятор. Да уж, создатель музея всё продумал до мелочей. Выдвижным телевизором сейчас вряд ли можно кого-то удивить. Но вот если он выезжает из каменного пола, а не из тумбочки, скрыть восторг будет очень трудно. Уверен, хозяин просто обожает наблюдать за реакцией тех, кто видит это впервые. Какая самая крутая вещь, которую можно установить дома? Владельцы этого дома считают, что это мега реалистичный симулятор самолёта. Лайк, если согласен. Зацени, всего одно движение и она открыла проход в секретную комнату отдыха с личным баром. Признайся, ты бы от такого тайника тоже не отказался. Идеальное место для игры на барабанах, даже если соседи услышат и будут жаловаться, они не смогут доказать, что музыкальный инструмент вообще есть в этой квартире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова